Привет и добро пожаловать в беседное королевство зеленой птички. Сегодня мы продолжаем восхищаться красотой. Это видео посвящено вам, точнее одному из наших подписчиков, одному из наших клиентов, Елене Усачевой, которая победила на нашем конкурсе Barbie Core, прислала нам вот такую классную сумочку в виде магнитофона. Что это был за конкурс, сможете посмотреть здесь. В подсказках я оставлю ссылку на видео. Этим летом мы проводили конкурс для мастеров, которые делают классные украшения своими руками. Елена заняла второе место и сейчас я хочу показать эту сумочку поближе. Но прежде чем я ее покажу вам поближе, не забудьте поставить лайк этому видео, потому что оно потрясающее. И подпишитесь на наш канал, потому что впереди еще будет очень много красоты. Эта сумочка сделана полностью вручную. Она открывается. Посмотрите, что там внутри. А внутри у нее такая шкатулочка, куда поместится все необходимое. Телефон, кошелечек и может быть что-нибудь еще. Закрывается и можно идти на какую-нибудь модную вечеринку. Кстати, можно включить музыку на телефоне и ходить вот так, слушать и наслаждаться. Помните? Кто помнит? Кто помнит вообще такие времена, когда так делали? Можно повторить, сделать вечеринку в ретро-стиле. Что в этой сумке прикольного я хотела вам показать? Здесь очень много кристаллов и кристальной вышивки. Вот эта вот приборная панель сделана полностью из кристаллов. Они блестят, сияют. Здесь посерединке вшит розовый стеклярус и вот это вот такая вот полосочка. Пожа из стекляруса сделана. Это пимпочка, переключатель крутится. Нет, она не крутится, но она, видите, тоже сделана из замши. Но больше всего меня впечатляет, конечно же, вот эта вот часть. Динамики, внутри которых тоже кристаллы, кристальная вышивка и сердечки. Ну, магнитофон кассетный, понятно, здесь кассета. Кассеты из бисера, сутаж, вижу здесь, кожа, пайетки и здесь тоже кристальная цепочка. О, смотрите, что я нашла. Звездочки, какие красивые. Маленькие звездочки. Шикарная сумочка, я в нее просто влюбилась. Она, несмотря на всю свою необычность, вычурнусь местами, очень классно вписывается в обычные повседневные образы. Здесь я оставлю в подсказках ссылку на видео. Я примеряла это все, и это выглядело просто потрясающе. Стилист Нона помогла подобрать образ, ну, просто сногсшибательный. А теперь давайте Елена сама расскажет нам о том, как она создавала эту сумочку, это украшение. Потому что, на самом деле, вопросов больше, чем ответов. Что это? Как это? Из чего это? Каким образом вообще она это сделала? И как ей пришла в голову такая идея? Давайте посмотрим, что сама Елена говорит про свой шедевр, про свое творение и про свой творческий путь. Для поиска идеи я решила создать калаши с фотографией на тему конкурса. Всем известно, что это хороший способ, чтобы вдохновиться. Но что произошло потом? Я наткнулась в интернете на фотосессию одной девушки в стиле Барби. И рядом с ней стоял большой бутафорский розовый магнитофон с черными деталями, черными динамиками, черной ручкой и с другими элементами. И в этот момент как раз возникла идея, почему бы не сделать сумочку в виде магнитофона. Я стала счастливым человеком, потому что я знала, что я буду делать. И оставалось лишь одно – реализация идеи. Подбор материалов – очень значимый пункт создания работы. Для меня было очень важно передать настроение яркого кукольного мира во всей его красе и с шиком. Для верха сумочки я взяла ярко-розовую плащевую ткань, которая несомненно подходила своей фактурой под пластиковый кукольный мир. А внутри сумочки я использовала бискозу похожего оттенка. Основа сумочки была выполнена из переплетного картона, который хорошо держит форму. И, наконец, детали. Здесь моя фантазия была намного богаче, чем удалось сделать. Тем не менее, стразовые цепочки, бисеры, стеклярустоха, стеклянные рондели разных размеров добавили гламура моему изделию в тех пропорциях, которых я хотела. Также использованы были материалы, такие как сутаж, натуральная замша для ручки, искусственная кожа, сеточка и ткани с бархатистой поверхностью. Конструктив моей конкурсной работы выполнен по мастер-классу книга. Я лишь изменила размеры и пропорции. Декоративные элементы изготовлены при помощи объемной вышивки. Они приклеены и затем пришиты к основному полотну сумочки. Динамики в виде сердец сконструированы из картона, обтянутые тканью и сеткой. На мой взгляд, это самый трудоемкий элемент моей работы. Самой большой сложностью было придумать ручку. По задумке, она должна была быть как у магнитофона, прямая и лаконичная. Я долго не могла придумать, что поставить внутрь ручки, чтобы она при эксплуатации держала форму. И также возникал вопрос с ее креплением, но он решился в ходе изготовления. В результате, я ручку придумала в последний момент. Был использован алюминиевый профиль, обтянутый замши. Итогом я оказалась довольна более чем. Смотрится все очень гармонично. Хотя изначально планировалось использовать бисерный жгут, но он не вписался в концепцию магнитофона. Но вообще очень сложно посчитать, потому что работой я занималась не каждый день. Например, идея возникла на следующий день после объявления конкурса. А полная реализация произошла за пару дней до окончания приема работ. И думаю, что если сложить все время, в которое я занималась работой, то может быть это будет дня 14. Может быть меньше. Если не брать расчет свои детские годы, то в 2016 году я узнала, что бисер может быть калиброванным. Я вязала свой первый бисерный жгут из кривого китайского бисера. И не понимала, что происходит, почему так получается, почему так некрасиво. Вот и с тех пор уже прошло 7 лет, даже более 7 лет. И из них я плотно занималась примерно 4 года. Скажу так, это первый мой опыт объединения некоторых своих навыков в единую работу. До этого подобных изделий я не выполняла. В поисках себя в рукодельном мире я попробовала много нового. Я вязала жгуты из бисера. Я осваивала сутажную технику. Немного работала с камнями. Рисовала красками по ткани. Плела из бисера. Любой вид рукоделия меня очень привлекает. Но изготовление крупных проектов все больше и больше проникает в мое сердце. Об этом я узнала в ходе выполнения конкурсной работы. Опыт у меня небольшой. Это второй конкурс зеленой птички. Первый раз я принимала участие в конкурсе брошей на тему зеленая птичка. Но тогда мне не очень повезло. Моя работа слилась буквально на первом этапе. Да, планирую. Это очень полезный опыт и куча положительных эмоций. Всем советую. Конкурс подарил мне массу положительных эмоций. Я так счастлива, что смогла принять участие и даже занять призовое место. Это очень круто. Спасибо всем, кто причастен к этому. Я советую участвовать, даже если есть сомнения. Это ваш шанс больше узнать о себе и о своих возможностях. И, конечно же, познакомиться с другими талантливыми людьми. Очень интересный вопрос. Я думаю, что меня вдохновляет сама тему. Участвуя в конкурсе барбикор, меня с головой унесло в детство. И я словно вернулась к истокам, с чего начиналось мое творчество. Я вспомнила, как шила днями на машинке для кукол наряды, мастерила дом, мебель. И всему этому меня научила мама. Я очень благодарна ей за раскрытие во мне творческого начала. Вот такая красота, вот такие таланты есть вообще в этом мире. И более того, среди вас, среди наших клиентов, среди наших подписчиков. Обязательно подписывайтесь на Елену в соцсетях. Я оставлю ссылки на ее профили в описании под этим видео. Также я оставлю ссылку на наш чат «Бисерное королевство». Присоединяйтесь к нему, творите, создавайте красоту, будьте самыми красивыми, самыми нарядными и самыми талантливыми. Вы уже на самом деле являетесь. И оставайтесь с нами, потому что я покажу еще несколько победителей нашего летнего конкурса «Барбикор». Не забудьте поставить лайк этому видео, не забудьте подписаться на наш канал. И до новой встречи! Пока-пока! Продолжение следует...